У нас абсолютно сказочный сад. Тут растут растения, которые вообще не должны здесь расти. Я должна этим поделиться. Понимаете, это такое чудо, это такая энергетика. Вот от этих растений, они же все живые. Вот это вот такой закон жизни, что нужно делиться всем хорошим. От этого станет только больше хорошего у нас. Потому что мы с любовью даем другим. Ну вот магнолии, то что необычно, глициния, которая цветет, а зимина – это тюльпановое дерево, которое в нашем регионе не цветет. После того, как к нам пришел один, как он, потом оказалось, что он милиционер, дядечка, который не хотел ломать сирень, когда она у нас свела вдоль забора, он позвонил в калитку и попросил, чтобы я ему срезала. Нам это так понравилось, что мы повесили объявление на заборе, что хотите сирень? Звоните, мы вам срежем. К нам начали приходить люди от «Динамо», от аэропорта, с другой стороны «Сокола». Берут люди, в основном, которые любят цветы. А цветы – это красиво. Чем больше их в мире, тем лучше для мира. Папа очень любил природу, был охотником, даже бросил институт, потому что начался сезон охоты. Потом он работал, наоборот, в охране природы, госохотинспектором. А потом началась война. Это было страшно. Мы поехали в эвакуацию, в Казахстан. В 43-м году вернулись в Москву. Я жила в комнате 11 метров, в коммунальной квартире вдвоем с мамой, пока я не поступила в университет, на Мехмат, где я встретила своего будущего мужа. Через год в соседнем родильном доме родилось сразу двое детей. Настало пятеро. Ну и вот началась череда обменов. И вот я менялась, менялась, менялась до 91-го года, когда я поменялась вот в этот дом. А в нем жили пьяницы. Пара, муж с женой. И, в общем, когда я сюда поменялась, дом сожгли. Собутыльники этих самых пьяниц. Я сюда вошла, когда первый раз черная, мрачная, темная. Стены все сгорели. Я смотрю, такое большое пространство и говорю, ух ты, а здесь можно будет слушать музыку. 50 лет мужа не стало. Это был конец жизни. В общем, настолько мы были близки, что вот половины меня не было. А до тех пор, пока сын у меня не спросил, мама, у тебя что, кроме папы, никого? И тут я сообразила, что, боже мой, у меня же дети двое. И я начала возвращаться к жизни. Научилась быть счастливой. Поняла, что спасибо за то, что вот это было. Это не каждому дано то, что было дано мне. Знаю, что это такое счастливая семейная жизнь, близкий человек, одинаковая система ценностей, одинаковый музыкальный вкус, одинаковый литературный вкус. У нас вот этот шкаф набит битком, плотинками, которые мы собирали. Однажды приходят дети, маленькие. Мам, там на кухне какой-то дядя спит. Приходим. Какой-то мужик спит на кухне. Разбудили. Оказалось, что ночью он где-то там был, его там накололи или еще чего-то. Телефон отняли, деньги отняли. Ну, шел, открыта дверь, зашел. Телефона нет, позвонить некому. Он ничего не помнит толком. Ну, в общем, как-то из него какой-то телефон вытряхнули, номер. Позвонили, сдали с рук на руки каким-то там его знакомым, таким уже поприличнее. А когда мы делали ремонт в прошлом году, я спала в этом самом сарайчике. Забор сняли, потому что за отбор тоже переделали. Я в центре Москвы с открытыми дверями. Там не запирается эта самая штука. Старушечка. Сплю у себя спокойно. Никакого намека на что-нибудь такое плохое. Происходит то, чего мы ожидаем. Йогой я начала заниматься очень давно, когда еще в России это было в Советском Союзе. Не разрешено, мы занимались в каком-то подвале. И это было очень здорово. Но потом нас разогнали. И я своих друзей у себя собирала, и мы продолжали заниматься йогой. То, как люди относятся к миру, к жизни, к честности, к предательству. Все по-разному. Для меня очень важно и на мышленнике. Сейчас мне 87. Недавно я обнаружила, что правнучке старшей 13 лет, какие-нибудь лет 10 я могу стать пра-пра-бабушкой. Я еще не была. Это так интересно. Есть ради чего жить. У меня приезжает внук старший и говорит, ну я вот на вас с мамой смотрю, я вижу, что вам хорошо. Мне тоже хорошо. Я тоже учусь жить так. Если я несчастная или больная, мои дети будут счастливы? Никогда. Не важно, что и как мы говорим. Важно, как мы живем и что мы делаем. Они учатся по тому, как мы живем. Если мы несчастны, они не будут счастливыми никогда. Поэтому наша задача быть здоровыми, быть счастливыми. Это работа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok